а именно я сегодня представлю вот этот замечательный прибор гравер фирмы proxon и расскажу о том чем следует чист монеты и чем монеты чистить не следует здравствуйте дорогие мои это канал заменками званта и я сергей сегодня мы продолжаем рассказ об оборудовании который применяется для реставрации и чистки монет мной и моими друзьями а именно я сегодня представлю вот этот замечательный прибор гравер фирмы proxon и расскажу о том чем следует чистить монеты и чем монеты чистить не следует у этого гравера есть большой выбор насадок насадки из войлока которые применяются для полировки для очистки монет они совершенно не подходят я их применяю только для чистки и для реставрации ювелирных изделий также в наборе есть латунной щеточки они тоже не подходят для чистки монет а почему а потому что латунь оставляет след что на серебре что на меди и монета приобретает какой-то непонятный оттенок вот стальные щеточки это очень жесткая щеточка и ее применять не рекомендуется потому что она оставляет царапину для монеты для нежной очистки применяется вот такая стальная щеточка с очень и очень мягкой щетина видите она у меня под руками гнется все а в результате работы эта щеточка приобретает вот такой вид щетинки скручиваются и получается что они не ударяют по монете а как бы гладит ее при вращении и поэтому они не повреждают монет ну если конечно сильно не нажимать потому что применяя силу можно сломать все что угодно вот эта щеточка она применяется для очистки окислов ну для грубой очистки монеты для очистки окислов и всяких органических отложений насадки с абразивным камнем я не применяю совсем почему потому что этот камень он оставляет царапины и я применяю его только тогда когда нужно убрать следы подвеса получается довольно таки аккуратно но монету как говорится уже не исправить и в довершении покажу очень интересную насадочку которая представляет из себя пенопласт это лучший способ очистить монету потому что он не царапает совершенно не царапает монету и в то же время позволяет довольно таки хорошо очистить также у меня в наборе есть вот такие вот точечные войлочные насадки я их применяю для того чтобы локально очистить разные каверны и прочие уже вкрапления которые собственно уже испортили монету и для того чтобы просто ее очистить и вычистить я применяю вот именно эти насадки и здесь у меня также есть обычная фреза этой фрезой я скрываю слабо после грейда который мне не понравилось очень удобно а теперь я покажу как это работает здесь обычный цанговый зажим я беру ту щетку которую я рекомендовал зажимаю применяю специальный ключ который предусмотрен здесь специально для этих целей и включаю как видите вот щеточка у меня вращается я ее могу совершенно спокойно держать пальцами она не повреждает кожу ну соответственно она и повреждает монету это яркий комментарий к тому о чем я вам говорил потому что поставь я любую из этих насадок другую и от пальцев от моих вряд ли что хороший останется здесь также на приборе вот есть регулятор вращения для аккуратно чистки монет я обычно принимаю применяю порядка трех тысяч оборотов но можно раскрутить и до 20000 оборотов и наша насадочка она вся распушилась и превратилась такой веер а сейчас на примере простой монеты исходячки я покажу как происходит чистка вот если посмотрим на монетку то я ее очистил и фактически не повредил это гораздо более щадящий метод чем чистить войлоком пасты гои или другими абразивными средствами и веществами это был канал заметка нумизмата я сергей юрьевич увидимся